Перед Новым годом исполняются самые заветные мечты. Семья Егоровых из Новочебоксарска сегодня в этом убедилась. Подарками к ним и их младшему сыну Трофиму пришел глава Чувашия. Не каждому в дом даже перед Новым годом может постучаться глава республики. К Егоровым Михаила Игнатьева привела заветная мечта родителей и их младшего сына Трофима. 27 декабря в Москве в рамках заседания Госсовета под председательством Владимира Путина проходила новогодняя акция «Елка желаний». Руководители всех регионов России могли исполнить мечты детей. В Большом Кремлевском дворце они подходили к украшенным елкам и снимали светок шары, на которых были написаны желания детей со всей страны. В руки главы Чувашии попал новогодний шар с мечтой Трофима из Новочебоксарска. Мальчик очень нуждался в массажном столе. Вчера на елке, ну елка желаний так, есть проект федеральный соответственно, волонтеры нас подсказывали, соответственно, где наши там по регионам было распределено. Я нашел от Чувашской республики, от Трофима, вот так оно было оформлено, с вами главное хочу показать. Мечта! Да, потому что вы, наверное, как оно было оформлено, не что-то написали, а оформлено, там волонтеры. И вот я когда нашел, в Чувашской республике год добровольца написано, открывай, и город Трофим, три года, город Новочебоксарск. Я думаю, до Нового года надо исполнить, потому что на самом деле, есть у дорогого, любимого ребенка определенные проблемы. Поэтому, это, наверное, вручу маме, для истории вашего родословия, для семьи. Елка есть, повесь. Там мечта была, хочет массажный стол. Массажный стол здесь. Так, ну, наверное, давай распакуем его. Сейчас развернем, соберем. У мальчика тяжелый недуг. В свои три года Трофим перенес десятки процедур по переливанию крови, и как осложнение церебральный паралич. В таких случаях массаж просто необходим. Написать письмо желания маме Трофима предложил благотворительный фонд «Спасибо, что ты есть». Это волонтерский проект «Чувашии», который вошел в топ-10 лучших российских добровольческих программ и рекомендован к тиражированию по России. Я даже не предполагала, что это будет на Кремлевской елке. Я просто, мне предложили, можете написать свое желание и подать данные ребенка Трофима своего, значит. И я не ожидала, что именно все это воплотится, во-первых, и что именно выберут нас. Все были рады, удивлены, стали приходить звонки. Они говорят, что вроде бы у нас в городе только один Трофим, и это, наверное, ваш Трофим. Буквально пару движений, и стол готов для лечебных процедур. Мама делает Трофиму массаж несколько раз в день. Любой ребенок может загадать желание, и хоть одно из этих желаний может исполниться. И что глава республики может прийти в любой дом, поздравить особенно. Нам было очень приятно с таким особенным малышом. Это очень большая поддержка, очень огромная, дает силы. И ощущение, что мы не одни. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.